Комментарий. Самая сложная часть сочинения ЕГЭ. В этом коротком, но очень содержательном ролике мы ответим на вопрос, как сформулировать самую сложную часть. Начнем с того, что такое комментарий. Комментарий — это второй абзац сочинения ЕГЭ, который подводит к авторской позиции и поясняет ее. То есть, по моему мнению, и это помогает большому количеству выпускников написать сочинение на самый высокий балл. У комментария две цели. Во-первых, подвести к авторской позиции. И вторая цель — пояснить авторскую позицию. То есть, в глобальном плане ответить на вопрос, а почему вдруг мы поняли именно такую авторскую позицию? Почему мы считаем, что она правильная? Но еще обратимся и к официальной формулировке. Нам нужно прокомментировать сформулированную проблему. И здесь вы можете меня спросить, Сань, почему так? Вот здесь авторская позиция, а здесь проблема. Очень просто. Во вчерашнем ролике мы с вами четко зафиксировали эту связь между авторской позицией и проблемой. И комментарий — это элемент, который находится посередине. Это элемент, который помогает связать вопрос и ответ. Ну, такая сложная функция. Далее. В комментарий — это важно. Нужно включить два примера иллюстрации. Именно так это называется. И давайте называть вещи своими именами. Нет никакого аргумента в комментарии. Есть пример иллюстрации. Из прочитанного текста, которые важны для понимания проблемы. Нужно избегать чрезмерного цитирования. Хорошо. Но цитировать можно, конечно. Дать пояснение каждому примеру. Проанализировать смысловую связь. То есть, еще раз. Комментарий состоит из нескольких элементов. Это два примера иллюстрации. Это пояснение к двум примерам иллюстрации. И анализ связи. У нас есть пять элементов. Именно за эти пять элементов мы с вами получаем пять полноценных баллов. Так в чем секрет комментария? Вы знаете, если честно, мне кажется, что в этом году огромное количество работ будут с не максимальным баллом. Это всегда так. Но в этом году прям будут жестко снимать, потому что комментарий в этом году — это главная ключевая часть. Никаких проблем, например, у моих учеников не будет. Но у ребят, которые не понимают и которые думают, что в комментарии нужно писать те же мысли просто другими словами, ну, полетят баллы. Поэтому в этом ролике мы будем разбираться, как должен выглядеть комментарий на максимум. Меня зовут Александр Долгих. Я седьмой год преподаю русский язык и готовлю ребят на самые высокие баллы. Также я являюсь автором одного из самых популярных курсов по подготовке к ЕГЭ в интернете уже не первый год. И совсем скоро, 19 мая, стартует моя авторская программа полного повторения всей программы русского языка за шесть дней. У нас будет шесть дней полного изучения и повторения материала. Никаких пересечений с другими предметами не будет. Мы напишем семь полноценных сочинений, то есть очень четко проработаем и эту часть тоже. Ну и еще раз повторюсь, да, этот курс — полная подготовка к экзамену и полное повторение. Подробное, не голопом по европам, очень четкое. И этот курс называется «Предбанник». Легендарный, финальный, супермасштабный курс, который стартует 19 мая. Успейте записаться, потому что количество мест ограничено. А мы начинаем. Ну, давайте очень четко проработаем каждый элемент, комментария, который у нас есть. Мы с вами поняли, что есть элемент под номером 1, 2, 3, 4, что это за элементы такие. У нас есть иллюстрация 1, пояснение 1. Иллюстрация 2, пояснение 2. Да? Там есть еще элементы, но начнем именно с них. Обратите внимание, пожалуйста, на стрелочки. Почему ровно такие стрелочки в этой таблице я зарисовал? Потому что от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Можете начать с пояснения, потом иллюстрацию, как угодно. Главное — это смысловая нагрузка каждой части. Что такое иллюстрация 1? Это пример из текста. Пример из текста. То есть это элемент, который, как вам кажется, важен для понимания проблемы, важен для понимания авторской позиции. И как вы видите, у нас таких примеров 2. Да? У нас пример 1 и пример 2. Пример из текста. То есть мы с вами должны прочитать текст и найти, грубо говоря, два предложения, которые помогают нам понять авторскую позицию. Ну, это грубо говоря, а иногда их больше. Мы можем приводить цитату, можем ссылаться, значит, на номер предложения, можем как-то использовать косвенную речь. Все это допустимо, но главное — ссылаться на текст. Более того, нам четко говорят, и об этом было выше, что нам не только нужно привести пример, а когда-то, там, лет шесть назад нужно было только приводить пример. Нужно еще пояснить его. Что значит пояснить? Сказать, а почему? Почему этот пример? То есть у вас спрашивают. Здравствуйте, вот вы прочитали текст, а почему вы решили, что именно это предложение подводят к авторской позиции? И здесь нужно это предложение проанализировать и рассказать, почему этот пример подводит к авторской позиции раскрывает проблему. Ну и, соответственно, пояснение под номером 2 отвечает ровно на такой же вопрос, да? Ну, а почему этот пример? То есть мало того, что вам нужно просто сказать один раз, почему вы взяли этот пример, нужно еще и сказать, почему. И мало того, что нужно вот только эту работу сделать, так еще раз нужно эту работу сделать. То есть нужно взять две цитаты и сказать, почему мы взяли именно эти две цитаты. Грубо говоря, да? То есть все. Это такая несложная вроде бы как работа. Я понимаю, что очень трудно читать текст, очень трудно порой понимать текст, но нам поможет, например, техника микротем, которую я очень люблю. В общем, есть определенные секреты, и о всех этих секретах я всегда рассказываю своим ученикам. Здесь никогда проблем нет. Но есть также очень важная часть, которая нас интересует еще. Да, это части под номером 5 и 6. Вы мне скажете, Сань, а почему-то выделил 6 частей. Мы с тобой решили, что частей всего 5. И вы окажетесь правы, потому что у нас оценивают только 5 частей. Но при этом, с точки зрения смысла, конечно, их 6. Почему? У нас есть с вами анализ связи. Анализ связи. Да? Но как мы можем проанализировать связь, если не обозначим ее? Можно ли не обозначать связь? Ну, Пипи, конкретно Роман Толич Зачинский, говорит «Ну, попробуйте». Да? Конечно, это странно, но попробуйте. Мы, может быть, не будем снимать, если это будет удачно. Но чаще всего мы будем снимать, конечно, поэтому указывайте, пожалуйста, связь. А если укажете неправильно, например, укажете дополнение, а тут противопоставление, то вам снимут за логику. Или, например, тут вы указали противопоставление, а тут дополнение, то вам снимут за логику. Ну, вполне такая логичная штука. Но ключевое, да, ведь что такое связь? Ох, как много слов по поводу связи. Можно ли дополнение? Конечно, можно. Об этом говорит Роман Толич Зачинский, об этом говорят официальные документы от ВИПИ в этом году. Поэтому, если вам говорят, что нельзя, ну, подумайте, а компетентный ли человек, который вам об этом говорит? Так вот, связь. Что такое связь? Связь, говорит, отвечает на вопрос, а как связано-то? Как связано? То есть, ну, может быть, это два разных примера, они противопоставлены. Может, это причина-следственное отношение. Может, они об одном, но вроде бы о разном, и они как-то друг друга дополняют. Ну, может быть, у нас вопрос на ответная форма изложения. Да, то есть, есть несколько видов связи. Самые популярные, конечно, это дополнение и противопоставление. Вот. Но в любом случае нужно готовиться ко многим. И вот нас спрашивают, а как связано? Скажите. И вот мы, например, с вами говорим, что примеры дополняют друг друга. Я еще раз подчеркну, так делать можно. Это правильно. И в своем телеграм-канале я выкладывал сочинение до срока, со связью дополнения, на максимум, да, или на 23 балла за одну пунктационную ошибку сняли и так далее. Но что такое анализ связи? Анализ связи отвечает на вопрос «А почему?» Видите, как много вопросов «Почему?». Вообще, комментарии отвечают на вопрос «Почему?». Но что значит «Почему?» «Почему» дополнение? То есть, как дополнять? Или «Почему» противопоставление? «Как противопоставлено?» Или, например, «Почему» причинно-следственные отношения? Как именно они проявляются? То есть, ответьте мне на вопрос «Почему?». И ключевой момент, на самом деле, в анализе связи и ключевая ошибка, которая бывает. Многие думают, что анализ связи – это то же самое, как авторская позиция. Нет. Это грубейшая ошибка в написании сочинения. И еще раз повторюсь, если вам к этому моменту до сих пор кажется, что в сочинении есть несколько элементов, где вы одними и теми же словами, а, даже не так, одну и ту же мысль просто другими словами рассказываете, то вы неправильно пишете сочинение. И на реальном экзамене вам будут снимать баллы. За логику, за речь. И наверняка сейчас это есть. Вам кажется, что все окей, но почему-то снимают за речь и за логику, но снимают именно за это. Потому что не четко формулируете мысли. А на предбаннике, например, мы очень подробно все это обсудим. Поэтому, подытожив, да, комментарий – реально сложная часть. Ну, давайте откровенно и честно. Если вы не готовились к сочинению ЕГЭ и не собираетесь это делать, и хотите посмотреть только один ролик и научиться, не получится. Факт. Нужно отрабатывать и к сочинению нужно готовиться с точки зрения практики. Научиться писать комментарий можно, но реально только после того, как вы понимаете, что такое проблема, что такое авторская позиция. То есть это должна быть хорошая, четкая работа с профессионалом за оставшееся время 100%. И никак по-другому. Может ли абсолютно каждый ученик написать в комментарии на максимум? 100%. Будет ли такое? Нет. Комментарий как раз-таки и отличает высокобальников от ребят, которые сдали на средний балл. Ну, потому что это сложная часть. Поэтому еще раз повторюсь. Хотите высокие баллы? Комментарий нужно учиться писать. Причем не просто так с бухты-барахты, как по ощущениям, а нужно четко понимать, что именно тут писать. Ладно, это минутка отступлений. Значит, у нас есть 6 элементов. 5 элементов, 1 в уме. Вот так получается. Просто 1 не оценивается, но он нужен, конечно. Но возникает еще один популярный вопрос, абсолютно не имеющий никакого смысла, но при этом многие выпускники любят его сдавать, потому что их пугают в школах. Или где-то еще. Нужно ли делить комментарий на абзац? Вот давайте ответим на вопрос. Нужно ли делить? Насчет, ребят, вам никто никогда не снимут баллы за то, что вы поделили и не поделили. Вообще-то, если вы напишите дополняющие друг к другу, вам за это тоже баллы не снимают. Вам снимают баллы за то, что вы напишите после этого, имейте в виду. И то же самое, если вы поделите 3 абзаца, пожалуйста, можно комментарии писать. Есть 3 варианта. 1 абзац, 2 абзаца, 3 абзаца. Если меня спросите, Александр, а как вам кажется? Как лучше писать комментарии? Я вам скажу, как душа пожелает, это вообще ни на что не влияет. Главное, смысловая нагрузка. Что несет вообще комментарий? Оценивается именно это, а не разделение части на абзацы. Никто никогда за это не снимает, если вдруг у вас все логично и последовательно. Поняли, да? Ну, понятное дело, вам могут снять, если вы ни с того ни с сего просто начали с пояснения абзац. Почему-то. Вот. Ну, это правда логическая ошибка. Но содержательные элементы, ну, я считаю, что нужно писать в 1 абзац. Это самое простое. Почему? Открываю официальную формулировку, вижу, включите в комментарий. У меня нет комментария 1, комментария 2, комментария 15. У меня есть один комментарий, который состоит из 5 элементов и 1 в уме, помните, да? И вот, поэтому, ну, я всегда говорю, хотите в 2, в школе учат 2, пишите в 2, да? Мы будем засчитывать так, как правильно. У нас нет никаких, на этот взгляд, значит, только так и никак иначе. Правильно? Значит, правильно. Если мне не верите, можете зайти в телеграм-канал, скачать суперполезный файлик, 20 реальных сочинений с прошлого года. Комментарий с точки зрения содержания почти не поменялся. Ну, вот в этом году мы чуть анализ подробнее пишем. Можете посмотреть, как оцениваются реальные сочинения. Также в телеграм-канале, в файлах, там есть, значит, скрины реальных работ моих учеников до срока этого года. Там комментарии на максимум. И это лишний раз говорит о том, что все, о чем я говорю, это суперправильно. Вот такая вот история. А сейчас переходим к примеру. На реальном примере мы сейчас, ну, я хочу, чтобы мы проследили логику. Причем проблему авторскую позицию возьмем ту, которую рассматривали вчера. Например, каким должен быть настоящий писатель. Это проблема, не первый абзац, просто проблема. Каким должен быть настоящий писатель. Сразу же, конечно, опытный преподаватель и опытный эксперт посмотрит на авторскую позицию. Потому что в комментарии нужно посмотреть, к чему именно вы будете подводить. Значит, каким должен быть писатель. Значит, скорее всего, я буду говорить про качество. И в авторской позиции я вижу, что настоящий писатель должен много работать, пренебрегаясь славой и понимать жизнь во всех ее проявлениях, чтобы суметь донести самое нужное. Ну, такая очень широкая, хорошая авторская позиция. Ключевое, что мне нужно понять, что в комментарии должны быть качества. Видимо, два качества, скорее всего, писателя, о которых я пишу в авторской позиции. То есть, прочитав только авторскую позицию, я примерно понимаю логику комментария. Да, как ее построить. Поэтому я и говорю, что о комментарии нужно задуматься после того, как у нас есть авторская позиция только. И никак по-другому. Ну, хотя на первых порах точно так. Если у вас есть уже хороший уровень, там есть несколько схем написания сочинения. Но я советую, если у вас не очень хороший уровень, вот работает так, как я говорю. Значит, комментарии. Погнали. Размышляя над проблемой, автор приводит в качестве примера слова сельского аптекаря, который объясняет рассказчику, каким должен быть писатель. Вот за вот это вам не поставят ни одного балла, потому что это никто не оценивает. Но при этом, если здесь будет ошибка, это оценивают. Нам ставят балл, например, за цитату. Вот она пошла, первая иллюстрация, которую мы с вами нашли. Он должен так много работать, что даже страшно подумать. Он должен все понимать. И мы думаем, так, иллюстрация подводит ли к авторской позиции? Связана ли как-то с проблемой? Смотрим. Ну, мы с вами вроде бы условились, что в проблеме у нас с какими качествами или каким должен быть в авторской позиции про качество. Ну, значит, две иллюстрации должны говорить про качество. Это качество? Конечно. Да, то есть писатель должен много работать. Кайф, кайф. Иллюстрация 1. Засчитываем? Засчитываем. Но пока этого мало, мы с вами знаем. Нам нужно еще и посмотреть на пояснение. То есть, а правильно ли выпускник понял эту цитату? Мало того, что он ее привел, нужно еще и посмотреть, как он поясняет ее. Так Паустовский убеждает нас в том, что настоящее знание жизни и опыт могут помочь человеку стать настоящим писателем. Ну, круто. Если, значит, он будет обладать такими качествами, то он сможет. Вот. Или тот человек сможет, по крайней мере, приблизиться к этому качеству. Логично? Но вполне почему нет? Все. Один балл ставит. Двигаемся дальше. Автор также обращает внимание на другое высказывание Лазаря Борисовича о подлинном писателе. Он должен работать как волк и не гнаться за слабый. Ну, а вот это качество новое. Еще раз. Здесь мы с вами говорим о том, что должен много знать и даже страшно подумать, как он должен много знать. А здесь мало того, что он должен знать, только еще он должен много работать. Новое качество. Новое. Круто. Засчитываем иллюстрацию под номером 2. Конечно, засчитываем, потому что это качество. Далее. Говорим про пояснение 2. Смотрим. В размышлениях Паустовского звучит мысль о том, что писатель обязан быть трудолюбивым и бесстрашным к известности и всеобщему признанию. Ну, он должен концентрироваться на работе, условно говоря. Логично? Логично. Все. Великолепно. То есть, у меня получается 2 иллюстрации о двух разных качествах. Он должен много знать и стремиться к этому. И он должен много работать и не думать о славе. Она как-нибудь сама придет. Да? Но об этом написано в тексте. Вот. Ну и все. Замечательно. 4 балла получили. А теперь самый главный балл. Балл, который будет отличать высокобальника от среднебальника. Значит, таким образом, оба примера, дополняющие друг друга, конечно, дополняющие. Но здесь нужно много знать и много работать. У нас же союз и есть. И это дополнение. Никаких проблем нет. Не верите мне. Введите. Ютуб. Дощинский. Значит, сочинение. Первая ссылочка. Там в октябре, что ли, Роман Анатольевич Дощинский приходил в прямой эфир Рособорнадзору. И он там черным по белому говорит. Я прям даже кружочек в Телеграм-канале записал. Дополнение как связь может быть. Все. Главное, докажите, что она есть. И вот я доказываю. А почему я решил, что дополнение? Ну, потому что, смотрите. Два примера дополняют друг друга. Как дополняют? Или почему дополняют? Ну, они помогают понять мне, что истинный писатель – это труженик. Отсылка на иллюстрацию. Который многое знает о жизни. Отсылка на иллюстрацию. А-а-а. Как вам такое? То есть здесь уже я вам не отвечаю на вопрос, каким должен быть настоящий писатель. Но при этом я говорю. Ну, вот смотрите. Ну, видимо, истинный писатель обладает именно такими качествами. Но при этом шире, например, в авторской позиции. Я очень подробно рассказываю, какими именно качествами. Каким он должен быть. Тут есть отсылка на авторскую позицию и так далее. Пятое-десятое. Вы знаете, есть идеальный пример, о котором мне рассказала когда-то. Я знаю, когда. И знаю, кто. В общем, есть старший эксперт в Москве. Она была учителем в школе одной моей коллеги. Это человек, который ездил по регионам и учил экспертов проверять. Человек, который хорошо в свое время был знаком с Романом Анатольевичем Дощинским. Потрясающий человек. Консультацию с которым я искал на протяжении года и пытался договориться. И вот, по-моему, в феврале, что ли, мы встретились, если мне память не изменяет. И вот я очень много раз спрашивал про анализ связи. И она мне привела вот такой пример. Сейчас послушайте. Это очень важно. Она говорит, Александр, вы знаете, анализ связи, авторскую позицию можно очень четко с точки зрения смысла разделить. Я своим ученикам пишу, объясняю так. Вот, например, мы очень любим произведения Обломов, да, Гончарова, Обломов. И мы с вами видим два примера отношения к жизни. Это отношение Ильи Ильича и, соответственно, Штольца. Правильно? Ну вот, Илья Ильич не ищет возможности, грубо говоря, Штольц ищет возможности. Замечательно. У нас есть два примера. Примеры противопоставлены. И в анализе связи я напишу что? Ну, я напишу. Ну, таким образом. Оба примеры противопоставлены друг другу помогают понять, что то, как живет Андрей Штольц, это то, к чему должен стремиться нормальный человек. Потому что ничего хорошего до добра не доведет тот или та манера жизни Обломова, например. А в авторской позиции мы что напишем? И вообще, какая у нас будет проблема? Проблема, как нужно относиться к жизни. Анализ связи будет, ну, видимо, нужно жить так, как живет Штольц. А авторская позиция будет, автор считает, что к жизни нужно относиться с большим желанием, откровением и нужно постоянно искать возможности. Точка. Поняли? То есть, вот такая вот смысловая нагрузка анализа связи. И мне так запала в душу, значит, эта смысловая нагрузка очень понравилась, что я им сейчас, ну, этой мыслью очень и очень люблю делиться. И вот именно эту смысловую нагрузку попробуйте проследить на реальных сочинениях, в моем телеграм-канале, по ссылке. Переходите обязательно, там супер полезный материал и будет очень много полезного контента. Чем ближе ЕГЭ, тем больше контента. В общем, мы делимся этим полезным материалом и с большим желанием об этом рассказываем. Почему? Потому что очень хочется, чтобы все готовились правильно и все понимали, что сочинение ЕГЭ – это замечательная, творческая, четкая работа. Сегодня мы с вами поговорили про комментарий. Встретимся завтра. Грамотно быть модно. До завтра.